Добро пожаловать в гости на канал! Давайте приготовим вкуснейший салат из молодой капусты. У меня молодая капуста, но подойдет и пекинская, и краснокочанная, и старая. В этом салате строгих пропорций нет. Выберите столько, сколько считаете нужным. У меня небольшой качан, и всего лишь я взяла половину, нашинковала тонкой соломкой. Если вы на моем канале впервые, загляните в плейлисты. Я надеюсь, вы найдете для себя много интересного. Холодные закуски, горячие блюда, выпечка, красота и здоровье. Кому понравилось, подписывайтесь и заходите в гости. Если вы этот салат готовите из старой капусты, советую, нашинковали, подсолите и немного помните. Но так как молодая, я ее не подсаливала и слегка помяла. У меня осталось несколько листиков черемши, я ее добавила. Листья черемши очень полезны. И вкус чеснока. В салат добавляю один свежий огурец. Он у меня среднего размера. Но также в этот салат подойдет редис, болгарский перец. Овощи можно нарезать абсолютно любой нарезкой, какая вам нравится. Я нарезала соломкой. В любой салат просится зелень. Если у вас есть зеленый лук, укроп, петрушка, конечно, добавьте. Также в этот салат можно добавить и головку репчатого лука. В салат добавляю вареное куриное яйцо. Его можно натереть на терке, порезать кубиками. Белок я отделила от желтка. Белок нарезала соломкой, а желток просто размяла. Сам желток можно добавить в саму заправку. Чем вы будете заправлять салат? Это сметана, майонез или растительное масло. Несмотря на то, что в салате есть черемша с чесночным вкусом, я добавляю 2 зубчика чеснока. Его можно натереть на терке или пропустить через пресс. Добавляю консервированную кукурузу, но сюда подойдет и зеленый горошек, и даже крабовые палочки. Добавляем специи по вкусу. У меня только соль. И заправляю майонезом. Подойдет сметана и растительное масло. Перемешиваем. Салат готов. Продолжение следует...